Ну что ж, пока что неприятная тенденция, видим второй иностранец, который сегодня участвует вечером и одерживает победу. Правда, если по победе итальянца Франческо Саруло было у нас много вопросов, то тут все однозначно, технический нокаут. У нас настолько по ММА, по М1, по боевому самбо, большое количество спортсменов, что мы увидим победы наших риган. И вот сразу после этого боя прошу вас не оставить в зале. У нас стала кульминационная события сегодняшнего вечера, я думаю, все, какие волны. Бей за заменять чемпионки свято, все успешных видов и единоборств среди профессионалов. Угры, не говори, 56,7 килограмма. Угры запрошиваются. Претендентка на титул чемпионки свято, гостя из Италии. Переможитеся кубка свято ММА 2014-2015 годов. ММА БОРЭЛЛА! БОРЭЛЛА! ЕЁЖСЕМЕЦ, ЕЁЖСЕМЕЦ, ЕЁЖСЕМЕЦ! ПЕСЧАТЬ ГОРОЕ КЛИКСИЕ НАПРАГЮ Ο КИСКОМА connected with only theVR roя в леве хори ironia. ПЕСЧАТЬ 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 П КАВТОХАТЬ ПЕСЧАТЬ ПЕАНЯ БОРЭЛЬЕ О Boo itUp 73, 1.08, 5.05% Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот кульминация вечера Главный бой сегодняшнего вечера Это бой за звание чемпионки мира Среди профессионалов Смешанных единоборств Среди женщин В весовой категории 56 кг И встречаются итальянка Мара Борелла И львовянка Елена Овчинникова Ну, итальянка довольно серьезная соперница Победительница Кубка мира в ММА 2014-2015 годов Ну а Выходит в репки итальянка Да, сейчас В синем углу А сейчас представление Елены Овчинникова Чемпионка с итальянкой в ММА 2014-го року Чемпионка с итальянкой в ММА 2014-го року Чемпионка Украины с ММА серед профессионалов 2007-2008-го року Олена Овчинникова Ну и вот в ринг Встречают аплодисменты Выходит в ринг Елена Овчинникова Да Ну, естественно, именно на ее бой прежде всего сегодня пришли болельщики И все надеются на то, что она завоевает очередной титул Но я не буду предпочтать все титулы, которые вы только что слышали Скажу только, добавлю, что Елене 29 лет Я исполнилась 29-го апреля Она родилась в Невропетровске Но сейчас проживает уже во Львове не один год Рост метр шестьдесят семь сантиметров Вес, как вы слышали, до пятьдесят шести килограмм Тренер Юлия Лазорко Представляет она Львовский клуб Юнион Первый бой в ММА она провела 9 апреля 2006-го года Последний бой 26 февраля в нынешнем году И в общем зачете у нее Десять побед, четыре поражения Ну и это только я повторяю Бои ее по ММА-1 Она имеет высшее образование Сначала закончила Днепроджинский колледж университет культуры А несколько лет назад закончила Львовский государственный университет физической культуры Ну и представляет, естественно, она Украину Любимица всей Украины Спортсменка, которая очень хорошо себя чувствует в разных видах единоборств МАРА ПОРЕЛЛА ИТАРИЯ ПОРЕЛА 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 ИТАРИЯ Заметьте на поддержку болельщиков Как видите, есть группа здесь итальянской спортсменки поддержка А сейчас гимн Украины СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ну, как всегда, исполнение гимна во Львове это что-то особенное. Очень любят во Львове всегда международные соревнования, когда выступают спортсмены, лидеры украинского спорта. Это всегда, когда футбольная сборная играет, и в матчи Еврокубка, и другие виды спорта, кто бы ни приезжал во Львове, все соревнования. Всегда это особенное. Ну, а вот сейчас, как минимум, максимальный регламент. Три боя по пять минут в ММА. И, естественно, что публика сразу же включается в поддержку... Елена Овчинникова. Ну, хочется верить, что все закончится сегодня хорошо. Вот видим, тренер итальянки обнимает свою спортсменку. Делает ей наставление, Виктор Лазурха делает наставление Елене Овчинниковой. Мы знаем, что Елена, она перешла в ММА с ударного вида спорта, с тайского бокса. Ну да, там она выиграла много титулов. Да, итальянка, по той информации, которая у нас есть, она больше борется. Поэтому посмотрим, какую выбрали тактику бойцы. Мы видим, с первых же секунд боя зал начинает бурно поддерживать Елену. Ну и все ожидают сегодня только победы от нее. Ну, будем надеяться, что так все и закончится победой нашей спортсменки. Но не будем загадывать ни вперед. В первые минуты, как всегда, спортсменки присматриваются друг к другу. Вот мы видим, действительно, итальянка пыталась завалить Елену на комбас ринга, но не получилось. Обменялись серией. Дальше продолжается бой в стоечке. Ну, я думаю, что Елена будет делать больше все-таки на удары вставку делать, а не на борьбу. Ну, пока что видим, так... Елена в левше работает. То есть, в правосторонней стойке. В левосторонней. Ударная рука левая. Нет, я говорю, но стойка правосторонняя. Да, да, правая впереди. То есть, у них Елена левша, а Мара правша. Поэтому сейчас вот... Вот два удара с левой. Неплохо, да. Прошли два удара. Прошли. От Елены и кальянки. Примерочных, пристрелочных. А вот сейчас, видим, пытается захватить голову нашей спортсменки Итальянко, но Елена сумела вырваться из объятий соперницы. Обниматься, наверное, можно, но потом, после боя. Вот сейчас проверочные удары ногами. Видим, тренер Юрий Лазорко подсказывает Елене, сколько времени. У них есть план на бой. Да, видно, что у них что-то расписано по минутам или по секундам, наверное, даже. Что и как делаю. Сейчас, видим, пытается коленкой нанести удар сопернице Елену. Итальянко в борьбу пытается перейти в борьбу. Видно, у него задача завалить Елену в партер, перевести, да. Тоже наносят сейчас. Уже меняются местами то одна, то другая, прижимают друг друга. Ну вот, соперница немножко так. Ну, видим, по ходу поединку и потому что подсказывает секундам Елене. У них план на бой стойки провести больше в первом раунде. Учитывая ее, как бы, спортивную карьеру, все-таки ставку она делает больше на ударные моменты. Прошел лоу-кик и тут же ответила левый по подбородку. Да, только опустила чуть руку итальянка, тут же получила по подбородку, да. Ну, видно так, что Елена заряжена на удары в сегодняшнем бою. Вот сейчас опять Елена пытается, удается сопернице положить Елену на ринг, но... Елена держит руки сопернице, не дает. Главное сейчас, конечно же, блокирует, ну, пытается локтями наносить удары итальянка. Елена блокирует локтями, ну, посмотрим. Сейчас не совсем приятное положение у нас. В хорошем положении оказалась Елена на данный момент. Пытается сбросить свою соперницу, тогда носит удары рукой, но... Елене нужно обязательно сейчас выдержать и сбросить соперницу. Она пытается, как говорится, защищаться как только можно, но итальянка с правой руки наносит несколько ударов. Правда, не очень акцентированно. Все это происходит и судья поднял. Ну, неприятный момент пережила сейчас и наша публика, ну, и, естественно, Елена Овчинникова. Довольно тяжелая была ситуация. У мужчин подобная ситуация, частенько заканчивается тем, что бой заканчивается. Ну, будем... Итальянка не дожала, получается, положение. Дала момент выкрутить свои линии с неудобного положения. Увидели, что не было работы, поэтому... Но звоночек был неприятным, согласитесь. Да, это неприятный звонок. Из публики... Начинает досваиваться итальянская спортсменка. Более уверенно чувствовать. Да, этот эпизод, наверное, додаст ей уверенность в своих силах. Но, наверное, Елене не стоит переводить дело в борьбу. Ну, понятно, что... Вот сейчас очень хороший удар. Прошел левый, но выдержала его итальянка. Переводит в борьбу. Закончился первый раунд, да. Ну, концовку так ничего дала почувствовать силу своих ударов соперница Елена. И будем надеяться, что дальше все будет идти по плану. Непростой орешек. Совсем да. Не по первому раунду на данный момент. И по выражению... И по выражению лица и Лазорко, и Овчинникова видно, что они не очень недовольны первым раундом. Наша гостья с Китарией Мара... Полисплан на бой. Внесут коррективы. Ну, и сейчас будет второй раунд, посмотрим. Ну, я имею в виду, что первый раунд прошел не совсем за тем планом, который они, скажем так, готовили. Да, ну, они обменялись. Здесь был такой неприятный звонок в партере. Да, и в одну, и в другую сторону. В партере. Ну, Елена тоже... Успела ответить. Успела пару ударов в стойке, поэтому... Сейчас развязка начнет наступать второй, третий раунд. Здесь выносливость не будем забывать. Да, здесь играют очень большие раунды. Раунды по пять минут. Далеко не всегда бои ММА заканчиваются тремя раундами. Большинство боев... ...досрочные победы. Или болевыми, или нокаутом. Поэтому... Вот опять итальянская публика... Группа итальянских болельщиков поддерживает. Скандирует. Мара-мара. Ну, так как обычно, итальянцы, даже на выезде, когда их немного, они очень голосистые. И так даже по исполнению национального гимна было понятно, что они будут пытаться перекричать в зал. Но не так просто. Пока что сейчас перерыв. Поэтому так публика немножко успокоилась. Ну, сейчас начнется второй раунд. И можно не сомневаться, что оживут и трибуны львовского цирка. Итак, второй раунд. Напоминает о бой за звание чемпионки мира. Елена Овчинникова, Украина. Мара-Борелла, Италия. Опять присматривается соперница уже так ищет. Момент для атаки ищет Елена. Ну, а итальянка, наверное, выжидает, чтобы опять ввязаться в борьбу. По корпусу сейчас неплохой удар пришел слева от Елены. Итальянка, когда идет вперед, даже не совсем понятно, она хочет ударить или она хочет захватить соперницу, чтобы повалить на комбас ринга. Инадага, отлично сложена итальянка. Вчера она с вешением это видела. Видели. Выглядело, как высушенное было. Все мышцы были видны, как на соревнованиях по культуризму. И вот опять. Но, правда, сейчас ситуация немножко другая. Елена захватила голову соперницы. Сейчас непонятное положение. Что сейчас может быть непонятно. Елена пытается уйти от удара. Но итальянки пока что, кроме того, что она находится вверху, никакого преимущества. Они друг друга захватили. Да, да, да. Получается, что... Сейчас... Сейчас главное Елене продержаться. Я думаю, что судья поднимет их в стойку. Вот Елена даже умудрилась встать. Но не смогла, правда, первую соперницу на спину. И в конце концов... Поднимает. Рефери поднимает, да. Ну, переводит их на середину ринга. То есть там край был ринга, чтобы не упали спортсменки. Видим такая приличная ссадина на правом локте у Елены. Занять положение, которое у них было, дает. Ну, восстановить тоже положение не так просто, конечно. Каждая пытается из этого что-то выкрутить. А Елена пытается сейчас... Кажется, почти что и удается ей. Сейчас, я думаю... Встали на ноги. Елена разрывает дистанцию. Ну, все хорошо, поднялась на ноги наша спортсменка. И сейчас... Ну, не стоит ей пускать соперницу в партер, потому что партер это явно не козырь Овчинникова. И наоборот, именно на него делает ставку сегодня Борелла. Елена сейчас, наверное, должна все-таки активизироваться. Дышали спортсменки и начинают активно. Да, сейчас тем более, что немножко так полежали. Дыхание неизвестно... И Елена, по-моему, пытается этим сейчас... На эти моменты для атаки. Для ударной атаки сейчас... Так, зацепило с правой немножко лицо соперницы. Ну, неакцентированный получился удар. Опять итальянка пытается сразу же повалить на комбас ринга Елену. Но сейчас у нее этот номер не прошел. Елена также действует... У нас три на третье два удара. Но Елена понимает, что нужно так наносить удары, чтобы не попасть в захват соперницы, чтобы не позволять ее повалить на ринг. Потому что... Я думаю, что в партере Елене не очень нравится бороться с соперницей. В стойшке увереннее она себя чувствует. Ну да, это ее конек, скажем так. Вот сейчас неплохо перешла. Удалось вырваться из объятий опять. Ну, совсем непростая соперница. Многие говорили о том, что Овчинникова легко ее уберет в первом же раунде. Но, как видим, достойная соперница пока что приехала, как мы видим, из Италии. Крепкий решек. Да. Пока что не так просто его, как говорится, расколоть. Минута остается в этом раунде. Лена, бей ее, не пускай в партер! Да, тут хорошие подсказки дают болельщики. Бей ее, это понятно. И не пускай в партер тоже понятно. Осталась такая мелочь, как воплотить в жизнь этот план. Сейчас Елена опять наносит удары по корпусу, но не позволяет пока что Елена больше себя повалить на ринг. Итальянские болельщики также призывают свою спортсменку. Давай, Мара, давай! Ну и что сейчас будет? Сейчас Елена, видим, захватила соперницу и пытается ее повалить, но не... Физически крепкая Морелла, видно. Очень крепкая физически девушка из Италии. Мы, конечно, видели, вес был одинаковый. Такие цепкие руки у нее очень, да. Мы так видим, видать, очень много гоняла Морелла. Восстановилась, потому что видно... Явно приехала Борелла не отбывать номер во Львов. Судя по всему, приехала побеждать, а не просто отбыть номер на ринге. И закончился второй ринг. И пока что далеко не все понятно в этом бою. А точнее, будет сказать, вообще ничего не понятно. Далеко не понятно. И тут у нас выходит, как всегда, третий раунд. Да, опять третий раунд решающий, да. Ну, как оно, в принципе, должно быть, по идее, да? Ну, отменим так, что уже прошло два раунда по пять минут, это десять минут. Сейчас, я думаю, на первый план будет функциональная подготовка у кого. И морально-волевые качества, конечно. Проказ Камарик. Платовый золот чемпионка цитра, как представляет место Ривил Олера Овчинникова. Зал поддерживает спортсменку Украины. Это ей придаст сил на третий раунд. Ну да, основная масса болельщиков пришла именно смотреть этот бой. Потом с надеждой, что сегодня Елена завоюет еще один титул. Да, как видим, сейчас во втором перерыве обе спортсменки основной внимания уделяют восстановлению своих сил, потому что еще пять минут, решающие пять минут, а десять минут уже позади. Очень много сил уже отдали обе спортсменки. И сейчас очень важно восстановить, как говорится, и свои мышцы, и дыхание. Секунданты дают наставления своим спортсменам. Понимают, что это последний раунд. На кону стоит титул. Чемпионки мира, да. Ни много, ни мало. Вот закончился второй перерыв. Итак, третий заключительный раунд. Напомню, он также пять минут. Вот тренер Овчинникова Лазорко призывает публику поддержать Елену. Ну, публика, естественно, это и делает. В конце концов, для этого болельщики собрались, чтобы помочь Елене одержать очередной титул. Итак, последние пять минут. Зал скандирует Олена, Олена. Перекрывается Итальянка. Уверенно она держится сегодня в этом бою. Сейчас очень важно было бы Елене нанести серию хороших ударов. Для того, чтобы так заработать и уверенность. И где-то немножко так сбить атакующий порыв Итальянки, которые, ну, наверняка сейчас кто-то из спортсменов все-таки пойдет вперед, потому что каждый хочет победить. Шансы практически равны. Вот сейчас хороший ответ попал. Вот здесь она не торопится только. Не торопится. Отлично атака. Сейчас провела серию ударов. Пропустила Итальянка. Да, попала. Немножко так поплыла. И вот сейчас Елена почувствовала. Вот Елена отлично. Елена еще немножко. Главное, не торопиться здесь. Да, да, торопиться. Времени еще очень много. Тренер подсказывает, не торопись, спокойно выжги. Еще хорошо, хорошо. Да, самое главное, это работать в ударах. Отлично, Лена. Блестящая атака была сейчас. Еще пара ударов. Но сейчас только-только не поддаваться на... Только не борьба в партере. Прижала к канатам Итальянка нашу спортсменку. Судья приглашает их в центр ринга. Не удалось перевести в партер нашу спортсменку-итальянке. Но сейчас... Последняя минута добавила уверенности в том, что Елена сегодня победит и болельщикам. Да и самой Елене, по-моему. Еще бы, конечно, парочку ударов хороших нанести, но... Навстречу. Держит, держит. Вот еще один слева. Еще слева. Вот слева. Вот. И вот иногда... И она сказала сопернице. Дают добить. Елена бросается в атаку, пытаясь добить соперницу, чтобы получить досрочную победу. В клинче итальянка. Убирает. Было бы это в клетке... Было бы немножко лучше. Продолжает с обой. Рейхер посмотрел в глаза соперницы, видит, что она... Может бороться дальше. Да, может продолжать поединок. Вот опять иначе удар. Но еще один такой удар, и я думаю, что... Все будет закончено. Но не будем забегать вперед. Итальянка, мы видим, может держать удар. И довольно серьезный соперник. Сейчас же, конечно, инициатива уже на стороне Овчинниковой. Итальянке нужно идти вперед. А она это не любит, этого делать. А вот сейчас... Вот неприятный момент. Но сейчас нужно... Арбитр рассчитывает секунды. Вот сейчас мы видим... Ну, ничего здесь не происходит. Ему сейчас арбитр просто поднимет спортсмена в стойку, потому что... Пытается на удышающие... Есть попытка захвата или болевого приема, да? Овчинниковой, Овчинниковой, Овчинниковой. Поднимает арбитр в стойку их. Ну, я думаю, это на руку Еленя. Борьба отнимает много сил. Сейчас же итальянке придется идти вперед. А Елене этого не нужно. Я думаю, что... Нет, она опять хочет побороться. Но сейчас... Прошло много, пыталась сделать итальянка. Она понимает, что... Чтобы выровнять поединок, ей нужно перейти в борьбу. Вот ход поединка. Но пока что она только... Там просто обоюдные захваты. На данный момент итальянка находится сверху. Это не очень хорошо. Да, естественно, естественно. Но главное... Сейчас... Поднимает опять... Нет, не поднимает. Не удается итальянке наносить удары в этом положении. Поэтому... По правилам есть определенное время. Здесь ждать 5 секунд на то, чтобы что-то сделать. Но итальянке не получается. Овчинникова сейчас выожидает. И сейчас Елене нужно еще концовочку боя. Хорошую активную провести. И победа будет у нас в кармане. Итальянка опять пытается пойти в борьбу. Заканчивается уже раунд. А вот сейчас... Пыталась итальянка произвести бетвиз. Идар с разворотом. Последние секунды боя. Итак, бой закончился. Ну что? Выиграл Лавчинникова? По идее, по третьему раунду да. Ну, последний раунд попала. Видно, плыла итальянка. Да, понанесла в серию ударов. Ну, правда, итальянцы... От нокдауна или нокаута спасли борцовские приемы. Перевела в партер. Итальянка. Ну, публика скандирует. Олена, Олена, ну да. Да, но соперничество очень-очень сильно. Каждый тренер и секундант сейчас на данный момент радуется по проведенному бою спортсменов. Итальянцы, видно... Не совсем доволен тренер. Да, довольны... С одной стороны, он как бы... Кодом поединка, мы так понимаем. Бой был чувствительный, чемпионский. Ну, ждем решения судей. Достойной соперницей оказалась Мара Борелла для Овчинниковой. Я думаю, что мало кто ожидал, что настолько серьезное будет сопротивление со стороны нашей гости из Апеннинского полуострова. Но, как видим, наверное, один из самых тяжелых боев в карьере у Елены Овчинниковой. А в Овчинниковой... 7-15 минут. Минут, да. Далеко не в каждом бою в ММА такое происходит. Ну, сейчас вердикт... Слушаем вердикт арбитров. Каждый соперник чувствует, что победа за ними, но судей сейчас вынесут вердикт. Итак, какое решение приняли орбитры? Слушаем. Итак, разделенное мнение судей. Итак, Елена Овчинникова становится чемпионкой мира. Зал взорвался. Зал взорвался. Конечно, все довольны, но, естественно, мы поздравляем Елену Овчинникову с такой победой. Ну, достойный был поединок. Нужно отметить, что очень-очень тяжело было в этом бою обоим спортсменкам. В бою они были соперники. Бой закончился. Мы видим... Ну, мы видим достойный... Они обнимаются... Да, но итальянцы достойно приняли это поражение. И я думаю, что публика... Вот мы видим... Парелла благодарит. Да, да. Она заслужила на эти аплодисменты, потому что действительно... Обе спортсменки сегодня были достойны друг друга. Сейчас, ну... Общее фото на память. Естественно, я думаю, что... Обе, и Елена, и Мара этот бой запомнят на всю свою жизнь. Вот общее фото тренеров и спортсменок. И, ну, приятное окончание боя. Никаких скандалов, никаких упреков в судействе. Хотя разделенное мнение судей. Видим, Елена с Марой еще раз друг друга поблагодарили за этот бой. И, как видим, вот сейчас позирует для нашего телеканала Елена Овчинникова. Вот она память. Благодарит всех болельщиков за поддержку. Естественно... Ну, скажем так, бой удался. Да, бой... Мы увидели противостояние. Не было... Да, практически... Практически... Да, да. Да, равный бой. Судейство это доказало. С разным... С разным ситуациям. Ну, что ж, на этом мы будем с вами прощаться. Поздравляем еще раз всех с победой Елены Овчинникова, которая стала чемпионкой мира. Будем надеяться, что этот титул она еще не раз защитит. На этом спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует...